итак ребят всем привет с вами сюда копатель ну и естественно вы на канале седова едем на одну деревню в основном сегодня выезд у нас связано с камрадом с рустиком который приехал ребят с украины вот и немножко решили покопать тополе давно вместе очень давно и прям соскучились пока выдвигаемся на одну деревню но заехали на то мимо место которую неплохо так вот подскосили участочек небольшой едем пока вдвоем с илюхой илюха здорово где он там он здорово илюха вот и место это мы никогда не копали время это советская эпоха никогда мы здесь даже не останавливаясь так мимо проходили видели что шурфили но по картам она фигурирует как советская эпоха находки здесь были как бы награды великой отечественной войны были киотные кресты ну как бы немножко знаю что здесь находили но мусора здесь очень много и дай-ка мы с утра пораньше проезжая скошенные небольшие участки проплешины и сейчас глянем в общем видео будет интересно тем что на фундаментах будем сегодня шурфить так что видео посмотрите до конца думаю что он будет интересно кстати сегодня любителей собак он с нами будет копать еще king чемпион наш да он любитель копать ребята я ямки закапываю он откапывает вот так что если чего на видеокадре на заднем плане увидите за мной ямка это вот этот откапал вот ну а так веселье у нас сегодня будет обязательно кто хочет повеселиться поржать поугарать то смотрите видео до конца несколько частей будет обязательно вот находки тоже обязательно будут а что будет смотрите до конца лайк если не подписался то обязательно подписывайся все погнали погнали и так ребят как говорится вы наверное слышали у меня на видео иногда дед заманивает ребята вот представляете машины мы только вышли и не даст соврать илюха прям около машин он говорит по моей следам ну не знаю такую бы монету я точно бы откопал клюха как ты понял что мы по моим следам не ну может это ребят но веник стопудовый пятак грамм нет и старый промахнул на я промахнул смотрите какой сохранный вид ай-яй-яй прям бодрый редко когда илюхи что-то крупные сразу попадается на первую ночью люк почин есть у нас терочка 505 рулить красавчик ну рулит не рули ровно не узнать посмотрим посмотрим жарко кингуха языком остывает да мальчик мух прям на лбу как 3 глаз все погнали ребят пятак вот здесь вот здесь вот прям пятак не даст соврать не знаю фундамент здесь был нет но фундаменты находятся позади илюха ее в руки брал я говорю брось обратно и я засниму конечно же это какой-то как алик но фактом что как алик неплохой а говорили что советская деревня николай 1 1842 год конечно убитую как алик но все же для видеосюжета можно вам сказать что здесь цари есть будем сказать искать до этих идем ну блин смотри вот и так и вот вот а машина рядом ребята машина рядом все погнали дальше ну что ребята и наконец-то у меня что-то интересное вот порядок домов я хожу по задам кубок сигнал в принципе бог и выбрала такая красота колокольчик колокольчик без язычка без язычка с дефектом но неплохо о он номерной даже номер пять вот такой вот прекрасный как извините ну-ка зачетно звенит мухи короче это колокольчик стройки возможно здесь был сарай и здесь была тройка лошадиная тройка зачетный добротный кстати это все поправим им будет идеально выпрямлена то есть колокольчик будет отреставрирован под новый класс зачет пойдет пойдет дальше идем и что ребят с почином меня илюха варит одни пробки я говорю где пробки там и советы вот и выпал прямо от илюха не даст соврать прям только что прям сказал пять копеек какой сохран а какой был бы год классный а год у нас к сожалению тридцатый самый распространенный год ну ничего бодрый вообще идеальный идеальный все задел монет есть ну что ребят пришло время немножко подарков немножко чаепития у нас приехал рустик его супруга и еще и еще и еще один камрад это у нас женька которую возможно его видели на видеокадрах на слете самарских кладоискателей жень привет и прямом эфире я хочу подарить вот такой подарок который я обещал именно танюшки танюшка сказал я пойду губы намажу глаза накрашу вот чтобы как бы их фото геничным было но она и без этого симпатичная в общем не нужно было это делать вот ну женька который вот друг камрад он говорит я тебе тоже приготовил подарок хотелось бы заснять это в прямом эфире женщина стою доставай ухова ребят это горячитель напиток у меня пополнится коллекция спиртного вот у меня спиртного уже очень много смотрите какая вещь же рассказывай так на домашнем дистилляте двойной перегонки отличный отличный пограничник настойка граница на замке погранцы да ребят погранцы граница на замке реально вот здесь немножко есть иллюстрация погранцов мор часть в общем-очем-очем-очем-очем классно 40 процентов вот такая вот настойка я так понимаю женька сейчас еще русику подарит да такая же с ноября ростик ждала с ноября ребят с ноября так ну и я конечно обещанный подарок должен подарить это у нас татьяна татьяна вон смотрите да не он наше солнце дорогое танюш как обещал ты в свое время у нас должна получить вот такой подарок вот вот этот подарочек она наверное примерит но ей будет жарко но вечером будет уместно там там потому что имеется у нас анти москитная сетка то есть комары кусать не будут в общем холодно не будет в общем я думаю я засниму как она будет одета именно непосредственно у нас уже вечером ну с размером я надеюсь вот и танюшку мы при одели вот да и он наверное его уже наверно можно в общем ребята там по там поля у нас распахали и мы сейчас немножко может быть по полям походим потому что поля подарочек за руку и балл закроем танюшка нас довольна самая хорошка чуть-чуть черная такая лента ладно погнали копать находки увидим продолжим все интересное обязательно увидите так что все погнали ты не обращай на камеру и просто рассказывать вам подрежешь там конечно все подражу свою режу чё пики маты и все такое в школе сказали лично собираем металлолом на школьный автобус внесли каски немецкие я захожу стоит винтовка мосина сара пулеметы автоматы все в рабочем состоянии у тебя у пиздюка до в один след у меня там блюгеры там были вальтеры все есть мосины маузера винтовки в на украине все лежит все это участковый ребят в камушке где-то и в улице а может быть это все фигни но медь он говорит это пряга это пряга саня школьная что-либо кислых ребят это единственное что можно вам было сегодня показать из-за интересного подняли мы достаточно много монет ряга нет орляночка лишь крылышки и сзади застежки целый вижу там времени сейчас вытаскиваю отцу а там ремень был у пацанов спрашивал что нереально найти фундаменте никто не сказала ребят я сам был в шоке когда на свет появилась ребят смотрите деньга деньга анна ивановна 1700 а 59 значит это у нас елизавета елизавета деньга прикольно прикольно советский фундамент поздравляю зачет там выключить кому это у моняка крупная монета это снова это снова опять капуста илюха капусту уже поднимал я вне кадра не показывал вам там просто закладной этого душка более-менее вот в общем из этого . илюха надёргал уже 15 монет и я вот свету . дернул уже 20 монет вот и уже не первый раз слушает тоже есть монетка и он говорит мне мне нравится шурфить все погнали дальше итак ребята видите мою довольна взяноми седого да не надо грустно ребята пацаны вниз вы не слышали как я тут это восторг свой эмоций когда такой восторг означает что я классно нашел илюха у нас поднял сегодня пряжечку орляночку классная я думаю откиснет будет классно но сейчас то что я поднял этого бомба я про шляпа а сам трет ее там почти облизывает смотрите на что время да да кто чего знает ребята смотрите огромное огромный орел смотрящие в правую сторону хвост без лап без всего имеется конечно окислоналет и всякие вот но она ребята смотрите окислотвается и там блестит что-то прям металл блестящий вот здесь застежка что такое я не знаю я думаю откиснет и вашему обзору это все появится я надеюсь это не рукоблудство не самодельное дело а именно я предполагаю что это скивера правда нет можете меня поправить но вещь просто бомба вот это вот вещь сегодняшний коп сегодняшнюю экспедицию просто-напросто сделал да мальчик кингуш да вот что надо искать вот это мне еще устал на кингуха вот погода у нас немножко портится ветрища оттуда и приходит темнота чернота синоптики говорят сегодня желтый уровень опасности копать дождь до дождь гроза обещают но копаем копаем кстати у нас сегодня новый камрад евгений вот копает он рядышком немножко откопал вот его находки которые он откопал то есть монетки есть раз два три четыре пять шесть семь семь монет вот я как бы же не подарил такие бутылочки вот для меня это банально для него как бы это очень очень интересно потому что как бы он первый раз шурфит в основном копаем центр дома илюха и я русик к сожалению сегодня у нас это самый сдать сдает сдает позиции вот откопал он там одну монетку ну ничего я думаю он поправится и будет дальше нам помогать вообще сложности в этой яме мы откопали уже сколько люк 80 с лишним монет ребят 80 с лишним монет все я вам не показываю потому что банально в основном советы здесь советы но в общем обзоре и вам продемонстрирую красотища классно сегодня не жарко но к сожалению ветки все продолжаем копать накопали смотрите саквояж полный монет как илюха сказал мне тут дырка нравится выкопал он ребята царя очередной сейчас я немножко освежу николаевский формат ребята вот илюхи цари пруд а вот у меня к сожалению спалой беспонтовые орлы беспонтовые идут алюхи вот цари николаевский старочки с этой же дырки ребята вот пятачок был ранее выкопал и радует то что в на этом шурфе монеты вообще хорошего бодрого сохраном это помимо монет счетчик мой ару и не часто нас медь появляется вот решили вообще даже ними пока не оближешь это а ну да это обычный пинтарк обычный причем не до 35 старый старый герб это в принципе редко у нас здесь на шурфе со старым гербом до 35 года старые гербы использовались так что приятно на всяк там кольфует худоба у нас с мясом ходит да илюху я худобой не назову вот и знаете говорил у нас сегодня медь есть все есть как вы знаете хочется серебрушек раз псорских хотя бы вот и вот на ребят вот на красотка первое нас сегодня серебрушка именно сессия роспосеровская ребят приятно это пятнашечка я щас я щас вне эфира еще почищу надеюсь она будет 21 года ну а так в целом наверное 22 23 это стабильно вот нам надеюсь все таки будет она 21 если файл следующий будет значит 21 продолжаем у нас фундамент уже вот такой вот и монету и монет уже под сотню ну вот привет передает женька тольятти тольятти своей супруге передавая привет у нас теле не она стопудово да сколько я уже услышал уважение вот но погнали дальше продолжаем ищем чё там двушка хуятка бля кто 1962 год 62 год ребята реально да ладно классно пойдем дальше распишем и так ребят кинг у нас покушал мы сейчас тоже наверно обедаем вот и я сейчас один сижу на шорфе сигнальчика выскочил у меня и это приятно то что ребята звезда ой какая она прекрасная вся эмоль на целое все имеется зачетная экспозиция будет приятно все подрезаем дам со стенки как бы там материк уже на втором штыки идет и все до материка материк если кто не знает это темный такой прочный грунт то что нам нужно это культурный слой вот эта засыпка она легкая воздушная пышная прямо такая вот а материк он твердый вот например вот видите чернозем вот до этого вот я и копаю до материка ладно погнали дальше и итак ребята уже два часа льет дождь погода мерзопакостная вот и как бы по обстановке по ситуации у нас илюха хочет уехать санюхой и хотелось бы показать находки то что илюха накопала накопал он нехило в принципе это все да так то есть у него вот на . . монет ну илюха тоже сегодня копал хорошо тем что у него больше царей чем у меня несколько меди достаточно приятно но это мало ли у тебя ты же говоришь тому купите монет вот и вот такая вот пряжечка я думаю откиснить будет классно и так 24 зачетный двушка 1 двушка 2 серебром потом царик николаевский образец так чё тут еще у нас ну в принципе как-то вот так вот ребят вот ну он говорит 30 для ценек и побольше но пока вот так вот я считаю неплохо считаю неплохо ну ладно дождь зарядил надолго как-то смотрел прогноз погоды будет наверное всю ночь вот ну покопаем покопаем или нет не знаю время покажет но фундамент только выкопан на половину собрали больше ста монет ладно поживем видим итак ребят дождик мелкий крапает мы периодически прибегаем на шурф видите уже шурф мокрый здесь сухой то есть бегаем туда-сюда копаем мы данный момент с женькой остальные как вы знаете разъехались и вот знаете первый заход до дождя у нас было у меня три монеты советики и вот первая прозвонка ребята я доволен первое у меня крупная медь это николай 1 вот имеется при жизни дефект но я по размеру вижу что это две копейки серебром скорее всего 1842 года зачетно иметь прям приятно женька говорит увидев такое крупное неохота уходить шурфа так что так вот красота продолжаем в жопу мочить своей под дождем итак ребята на этом надеюсь часть вам понравилось заканчивается так как за окном у нас не просто ночь но и продолжает хрестать дождь ситуация такая по прогнозу погода будет еще завтра послезавтра конечно уехать мы отсюда не сможем потому что после дождей именно в этой деревне дорогу разносит так что трактора с трудом ходит вот у нас была ситуация сейчас хотел женька съездить как говорится ближайшую деревню но не получилось проехал наверное метров 500 по дороге и вернулся кое-как добрался обратно вязнь эта машина здесь не просто чернозем здесь с глиной в общем не пролазу в общем не знаю насколько мы здесь будем торчать но я думаю вам понравится продолжение думаю находки еще будут потому что мы только зашурфили пол дома вот но мои убеждения или же даже предсказания в том что вторая часть дома будет менее интересно в связи с тем что скорее всего это был магазин и все это находки которые мы подняли около 100 монет это все-таки потеряшки у прилавка а дальше находкам не знаю очень очень мало будет дай бог чтобы они еще были на этом все камера потеет очень как говорится влажность повышенная в общем вот так вот дождь а сгонял туда-сюда сегодня были на не знаю раз десять но все же все же погнали спать но все просто поднимали но все же все за что не спать голова охрана вон Продолжение следует...